Добрый день! Каждая страна уникальна по-своему. Но, к сожалению, в нашей стремительной жизни мы своих соседей по дому не успеваем узнать, а иногда даже познакомиться не успеваем. Что тут говорить о знакомстве с целыми странами? Давайте попытаемся восполнить пробелы информативности. Начнем с Вьетнама. Что нам расскажет Википедия? Вьетнама. Название страны состоит из двух слов. Вьет означает титульную нацию, Вьетов – нам – юг. Южные Вьеты. Что представляет собой кальку с китайского Юэнань, где Юэ – китайское название Вьетов, а Нань – юг. Впервые название Вьетнам употребил поэт Нугуэн Бинь Кхэм в своей книге «Пророчество Чанг Чиня» в XVI веке. Написав – и был образован Вьетнам. Это имя было выгравлено на 12 стеллах XVI-XVII веков, в частности в пагоде Бао-Лам в Хайфоне. В 1804-13 годах император Дзя Лонг использовал слово «Вьетнам» в официальных документах. Однако до 1945 года страна обычно называлась «Анам», пока название не было изменено официально императором Бао-Дайем. Еще один интересный факт. Все мы привыкли к русскому раздолью. Плотность населения России в разных районах колеблется от 0,01 человека на квадратный километр до нескольких десятков человек. В то время во Вьетнаме, крошечной по сути стране площадью 331 тысяча квадратных километров, так это общая площадь вместе с водной поверхностью, проживает примерно 96 миллионов человек. Для сравнения, площадь Финляндии почти такая же, как и площадь Вьетнама, а население составляет 5,6 миллиона человек. То есть плотность населения почти в 20 раз ниже в Финляндии, чем во Вьетнаме. Еще несколько интересных фактов. Если вьетнамец хочет купить автомобиль, при покупке ему нужно заплатить налог 100%, а потом выплачь ежегодно 20% стоимости машины. Но это еще не все. Во Вьетнаме нет автопроизводства, поэтому на границе требуется заплатить еще 200% стоимости за оформление документов. Суммарно вьетнамскому автовладельцу машина обходится, как три машины в других странах. А ежегодным налогом за 5 лет он выплачивает стоимость четвертого автомобиля. Но Россия в этом смысле совсем рядом по ценам на машины. Крутят цены в свое удовольствие. Вернее, для увеличения личного достатка. Но это другая тема. Я к ней обязательно вернусь, но в другой раз. Самая распространенная фамилия во Вьетнаме – Нгуэн. Примерно как у нас Иванов, Петров, Сидоров. Только в 100 раз популярнее. Такую фамилию сейчас носит 40% населения Вьетнама. На втором месте фамилия Чан. Примерно 11%. Ну так, что выучив эти два слова, вы уже будете знать половину вьетнамцев. Вьетнамские деньги, донги, сделаны из пластика. Они не намокают, не рвутся и практически не пачкаются. В Ханое существует жилая улица, расположенная на железной дороге. Днем там играют дети и готовят еду, прячась в дома несколько раз в день, когда проходит поезд. Вьетнамцы очень суеверны. Вот некоторые популярные приметы. Если с утра на улице первый увидишь женщину, день будет неудачным. Втроем фотографироваться нельзя, иначе один умрет. Если проползти у кого-то между ногами, только непонятно зачем, человек отупеет. Если черная кошка перепрыгнет мертвеца, он встанет. Если начать свистеть ночью, приползут змеи. Начинать важные дела, принятые в определенный день по лунному календарю. Причем даже молодые вьетнамцы относятся к этому очень серьезно. Перед определением даты свадьбы принято ходить к специальному человеку, который проводит астрологическую сверку. Да, если бы у нас до этого дошло, женились и выходили замуж бы, наверное, еще меньше. А в Вьетнаме все здорово. Если вдруг чего, ты что, с ума сошел. Сверку проходил, не жалуйся, я свободен. Какие только числа не считаются зловещими. Во всем мире. Тут и 13, и 666. А во Вьетнаме это число 4. Число 4 символизирует 4 сезона и завершение сезонного цикла. Весна, лето, осень, зима. Таким образом, 4 это число смерти. Вьетнамцы никогда не смотрят в глаза при разговоре. Возможно, из-за присущей им внутренней застенчивости. Но главная причина в том, что следует традициям, они не смотрят в глаза тем, кого уважают или имеющим более высокий ранг. В разговоре вьетнамцы очень редко идут прямо к цели. Чисто азиатская такая традиция. Сделать это означает проявить отсутствие такта и деликатности. Прямота высоко ценится в западном мире, но не во Вьетнаме. Вьетнамцы не любят говорить нет. И часто отвечают да, когда ответ должен быть негативным. Вьетнамцы удивительно нерелигиозны. 81% населения атеисты. Но свой атеизм совмещают с культовыми верованиями. Основной верой у вьетнамцев, если это можно назвать верой, это вера в предков. Поклонение мудрости старшего поколения. Ну что, молодцы, ничего не скажешь. У меня о Вьетнаме все. Можно, конечно, продолжить, но боюсь наскучить. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.